Ситуация по кладбищу. Это ситуация, с которой сталкивались люди тогда и сталкиваются с ней по сегодняшний день. Я могу озвучить одну единственную цифру. Накануне похорон, когда той ситуации была, с людей, которым прокопали дорожку в 150 метров до могилы, взяли 3000. Естественно, без всяких квитанций, без всяких документов. Я предлагаю все-таки довести до ума то, что предлагала депутат Зинченко, и создать комиссию по расследованию работы этого предприятия и работы в Кладбище. Спасибо. Начнем судить эту ситуацию. Предприятие коммунальное на следующую сессию, февральскую, буквально остается две недели. Запланировано действительно создание временной депутатской комиссии. Он займется проверкой этого предприятия. Потому что те жалобы, которые приходят ко мне, они просто уже, ну, знаете же, терпение закончилось просто. Когда такие вещи, когда, извините, сотрудника, скажем, милиции уже коронят, проблемы у людей, когда отец дочь свою коронит, которая умерла с кропостильной смертью, и нету услуги, за которые он заплатил уже деньги, то это приходит за все рамки, в том числе морально. В связи с этим, значит, предлагается в следующую сессию депутатская комиссия регламентная готовность пропустить через себя, значит, проект решения о создании временной депутатской комиссии, которая будет заниматься проверкой этого предприятия. Серьезный пример, потому что жалоб очень много. Очень много. Я обычно терплю. Значит, я как адвокат, сейчас городской голова, не делаю скоропостижные движения, потому что я прекрасно понимаю, если человека уволить, и человек восстановится через суд, что было уже с двумя людьми, то потом эти деньги должен быть заплатить тот, кто подписывал распоряжение об увольнении этого человека. А если зарплата с линием 10 тысяч в месяц, то 10 месяцев будет судиться человек 100 тысяч на минуточку. А кто не знает, потому что уволить законно, ну, поверьте мне, это надо очень сделать все красиво. Потому что уволить законно, это очень сложно. Если человек не допускает, на работу пьяный не ходит, проколы не делает, то уволить его в ракетке невозможно. Доказать это не буду. В этой связи скоропостижные движения они делают. Но депутатская комиссия, которая будет создана, должна будет проверить это предприятие. Это касается других предприятий. Если будут тянуть жалобы на работу предприятий, того или иного, значит, будут создаваться депутатские комиссии. Кроме того, хочу объяснить идею, которая уже реализована в Киеве. Будет создана жилищно-коммунальная масс-инспекция пресс-полкома города Желтого. Решением сессии. Для повышения контроля качества услуг коммунальных предприятий будет создан орган общественный. Привлечение общественности для контроля за деятельностью коммунальных предприятий. Это будет сделано в сессии. И таким образом общественность будет контролировать деятельность коммунальных предприятий. Только так. Так как это делается сейчас в Киеве. Там инспекция, набираются волонтеры, они контролируют, работают в этих предприятиях коммунальных, пишут, фиксируют факты, обращаются, подают на советы, на исполковые соответствующие документы, и потом принимаются решения. Вот так это будет у нас. Потому что бегать за тракторами, к городскому голове, это уже даже, ну, можно, какое-то время побегать можно, но, в принципе, это уже не смешно, потому что надо бегать потом за каждой уборщицей, за каждой дворниками и так далее. Ну и плюс система GPS, значит, можно долго смеяться по поводу навешивания GPS на дворников, но на дворников бы тоже, кстати, можно было повесить GPS и смотреть, где они в этот момент находятся. Потому что я вам взял картину, когда 10 дворников лежат на лавочке летом и загорают. Поэтому, конечно, здесь есть смысл, но, опять же, это работа их руководителя проконтролировать эту работу. Тем не менее, система GPS навигается решением сессии в других городах, принято. Так, есть такие решения, которые навязывают коммунальные предприятия устроить такие системы на свои транспортные средства. Таким образом, можно понять, где находится сейчас транспортное средство.